Мой доклад про цифровые сервисы, а точнее веб-сервисы в промышленности, поскольку мы много работаем в частности с металлургией, но и с другой промышленностью, там с ГРФ в частности работаем, буду рассказывать. Мы назвали доклад, и наши клиенты считают важным, конкурентным преимуществом скорость разработки, мы назвали там подзаголовок мастерствовок познеца в эпоху быстрой ковки. Коротко о нас, мы работаем с Венеоной металлургической компанией, мы работаем с Газпромнефтью, особенно с сырьевой компанией, с многими другими компаниями. Мы специализируемся на веб-сервисах, на личных кабинетах как раз, на внутренних веб-сервисах для сотрудников, на тяжелых, высоконагруженных системах и интеграционных проектах. Что такое, как бы, прежде всего, веб-сервисы? То есть веб-сервисы, они могут быть внутренние процессы, вот, например, для коллег из Газпромнефти мы поддерживаем, развиваем портал инициатив, то есть где сотрудники могут предлагать свои инициативы, могут эти инициативы рейтинговаться и так далее. Ну, то есть это такой классический внутренний сервис. Или, там, для коллег из ОНК сервис проверования рабочих мест, который, как бы, очень, вот, как раз быстро запустили в COVID-19 год, чтобы сотрудники не ездили на работу, все, как бы, не присутствовали, вовсе, сотрудники могли, как бы, распределять рабочие места между разными сотрудниками. И так не могут быть внешние сервисы, это как раз, вот, тут много в прошлых секциях говорилось про автоматизацию закупок. Например, могут быть такие веб-сервисы, и мы тоже их делаем, мы делаем именно вот веб-часть. То есть, как бы, есть там в бэкэнде, например, 1С или другая ERP-система, и, соответственно, веб-часть мы для них разрабатываем. Или те же личные кабинеты, или те же сервисы, например, нам сертификаты, которые скачивают клиенты ОНК, получают сертификаты на продукцию. Мы здесь все в основном собрались B2B, и вот мы для себя выявили, какие отличия веб-сервисах B2B, B2C. Мы преимущественно работаем с промышленностью, как я говорил, преимущественно работаем с крупным бизнесом, но также среди наших клиентов есть и B2C-заказчики. И прежде всего, на что мы обращаем внимание, это большая регистрация и большая верификация клиентов в данных сервисах. И мы этому уделяем, так сказать, большое внимание при разработке. Как правило, большее количество документов, то есть встроен необходим документооборот. Как правило, большее количество интеграций, то есть больший, как-то так называемый, зоопарк систем, с которыми веб-сервисы необходимо интегрировать. Мы сейчас несколько следующих слайдов. Многие здесь говорили про то, что автоматизировать, про то, зачем автоматизировать. Я несколько слайдов, поэтому посвящу, как автоматизировать. Здесь мало, может быть, об этом говорилось, и думаю, будет интересно. То есть мы используем методологии как гибкие методологии, так и жесткие проектные методологии. То есть это может быть проект по водопаду с фиксовой ценой, FZ-223 и так далее. И в этом случае обязательно, конечно, делается проектное обследование. В этом случае там пишется ТЗ, разрабатывается дорожная карта проекта, карта пути клиента, делается какой-то бэклок. Также мы работаем по скрам, по гибким методологиям. Когда там тоже с коллегами из Газпром нефти, там работаем по спринтам. То есть там каждые две недели, опять же, мы считаем скорость очень важной. Заказчики наши считают скорость очень важной конкурентным преимуществом. Поэтому очень важно быстро выдавать итог разработки конечному потребителю, нашего клиента. И поэтому мы работаем по спринтам, и за спринт уже накатываются изменения. И это идет такая как бы GIA методология. И есть еще методология SAFI, Scale Agile Framework, которая сочетает в себе для больших проектов, но где тоже требуется быстрый результат. Она в себе сочетает как преимущество Waterfall, классического проектного подхода, так и GIA-масских спринтов. Мы ее тоже используем на некоторых крупных проектах. По технологиям. Опять же, для скорости разработки, то есть мой доклад, он прежде всего говорит о том, как мы быстро разрабатываем цифровые сервисы, веб-сервисы, как быстро клиенты получают готовый продукт. Например, для того же УМК мы за 60 дней запустили личный кабинет MVP и запустили аукцион. То есть когда мы начинали сотрудничать, их главным требованием, это как раз была эпоха ковида, им главным требованием было быстро запустить продукт. Вот за счет чего мы быстро можем запустить продукт? Мы используем готовые фреймворки, то есть мы, если мы говорим про веб-разработку, мы используем платформу Bittrex Enterprise для внешних сервисов и Bittrex 24 Enterprise для внутренних сервисов. Это интерпрайзовый стек Bittrex, нельзя пользоваться обычным Bittrex, он имеет там ряд преимуществ, но это, если кому будет интересно, я уже за рамками доклада про это расскажу. Мы используем шаблонизаторы, мы используем собственные наработки. За счет этого мы, как мы считаем, можем достаточно быстро запустить MVP. Как правило, наши заказчики, этот выбор уже, как правило, заказчики используют так называемую микросервисную архитектуру. Я приводил пример, когда у заказчика очень много-много-много сервисов, и все они независимы друг от друга. Например, для того же УМК есть отдельный сервис сертификатов, отдельный сервис личных кабинетов, куда заходят клиенты, отдельный сервис для железнодорожных, отдельный сервис для расчета транспортных каких-то, так сказать, сервисов, соответственно, отдельные сервисы для сотрудников в виде бронирования рабочих мест и так далее, и так далее. И, соответственно, микросервисная архитектура, она позволяет большую отказоустойчивость и быстрее запускаться. То есть сервисы могут разрабатываться разными командами, независимо друг от друга, и достаточно это делаться быстро. Про MVP-подход, который мы используем, опять же, он состоит в том, что как можно быстрее запустить продукт в каком-то минимальном дизайне, в минимальном функционале, а затем, так сказать, развивать его. Это, опять же, дает преимущество по скорости и по дальнейшему масштабируемости, и клиент, конечно, наш заказчик получает обратную связь, быструю обратную связь от рынка. Ну, при разработке, понятно, здесь я уже не буду подробно останавливаться, мы как бы там некий фэншуй, фэншуйный подход разработки используем, когда есть там разработческая среда, тестовая среда, среда, на которой, так сказать, тестовая, но с реальными данными, так называемый, в предпрод, и там продакшн. И поскольку, опять же, у нас, вот, тоже у одного из заказчиков был опыт, когда изменения накатывались чуть ли не в прод, чуть ли не через день. И для того, чтобы выдерживать такой темп работы, ну, нужно там, ну, хорошая алгоритмизация разработчиков. И, в частности, так сказать, хорошие, нужны правильные регламенты, там, автоматического тестирования, то есть, только ручные тестировщики это не сделают. У нас в каждой команде обязательно есть тестировщики, в каждой команде есть обязательно DevOps, который настраивает, там, и, вот, всю среду разработки, и непосредственно автотесты делает автоматически, что, так сказать, упрощает процесс разработки и упрощает процесс тестирования, и, опять же, позволяет это делать как можно быстрее. Ну, вот, соответственно, серверное окружение мы тоже помогаем настроить нашим клиентам. Интеграция. Отдельно хочется сказать про интеграцию. Интеграция – это такая штука, ну, веб-сервисы – это, прежде всего, веб-морда, да, то есть, чтобы вы там через браузер могли зайти, посмотреть личный кабинет, но то, что будет в этом веб-морде, очень сильно зависит от того, что у вас в бэкэнде, от того, что в ERP-системе, и поэтому нам нужно очень строить правильную архитектуру, архитектуру взаимодействия веба с ERP-шной частью, с CRM-ной частью, там, с шиной данных, очень много различных интеграций, и, как правило, для того, чтобы делать интеграционные проекты, нужны, там, специалисты по обоим стекам, там, как по вебу, так, например, если мы это интегрируем с 1С и ERP, нужны специалисты по 1С и ERP, они у нас в команде есть. Это, ну, если там подводить вот краткий итог, первая часть доклада, как, да, то есть мы считаем, что вот быстро позволяют запускаться, прежде всего, вот эти составляющие, то есть наличие грамотной архитектуры, наличие умения работать со сложными интеграциями, наличие, так сказать, проектной методологии. Теперь про кейсовую составляющую. Вот примеры сервисов ОМК, про которые я говорил, где мы MVP достаточно быстро запустили. Это только некоторые сервисы, сервисы постоянно растут. Наша команда делает все веб-сервисы для объединенных технологических компаний. Это личный кабинет, это сертификаты, про которые я говорю, интернет-магазин, пространство сотрудников, аукционы, то есть возможность метаурган сбывать свою продукцию, сервис опросов, сервис рассылок, сервис тарифов, про которые я говорил. То есть это вот такая целая микросервисная архитектура, и постоянно-постоянно-постоянно мы подрабатываем и добавляем новые сервисы. Вот пример другой для ДЗО, одного из ДЗО «Газпромнефти» как раз. Это личный кабинет контрагента, в котором можно скачивать документацию, планировать те же закупки, формировать аналитические отчеты и так далее. Сервис портал «Инициатив», про который я говорил. Это где сотрудники могут предлагать свои инициативы. Ну и множество многих других сервисов. Я могу в кулуарах, если кому будет интересно, рассказать про наш опыт автоматизации разработки веб-сервисов. Субтитры создавал DimaTorzok